Всем привет! Меня зовут Игорь и вы снова на канале QLabs. Сегодня у нас второй урок в серии занятий по тестированию программного обеспечения. И поговорим мы про виды IT-компаний и специфику работы тестировщика в них. Итак, мы выделим основные направления по видам IT-компаний, а также обсудим отличия и специфику работы тестировщиков в разных IT-компаниях. Для начала я бы выделил основные четыре направления, на которые можно разделить IT-компания. Это могут быть продуктовые, аутсорсинговые, аутстаффинговые IT-компании или стартапы. Итак, давайте теперь детально проговорим каждый из этих видов IT-компаний. Первый – продуктовая IT-компания. Это компания, которая разрабатывает один или несколько программных продуктов. Продукт чаще всего является собственностью IT-компании. Из известных примеров можно привести такие компании, как Google, Facebook, Amazon, Microsoft и другие. Следующий вид IT-компании – это аутсорсинговые. Это компания-подрядчик, который берет на себя обязательство перед заказчиком выполнить некий технический объем работ по разработке программного обеспечения до его финального и успешного выполнения. То есть фактически такая компания предоставляет в аренду свой персонал для реализации проекта заказчика. Можно привести примеры таких компаний, как EPUM, Cyclum, SoftServe, GlobalLogic, Luxoft и другие. Следующий вид IT-компании – это аутсорсинговые. Это по факту передача функций по организации и управлению штатными сотрудниками компании-подрядчика. Такая компания отвечает за оформление штата, налогов, страхования и другие пункты, но фактически предоставляет в аренду свой персонал для реализации проекта заказчика без обязательств к успешности выполнения такого проекта. То есть можно провести сразу же разницу между аутсорсингом и аутстаффингом. И заключается она в том, что аутсорс берет на себя ответственность по реализации проекта заказчика, а аутстафф отвечает лишь за подвор квалифицированного персонала. То есть выполняет такую себе роль кадрового агентства. И последний вид IT-компании – это стартапы. Я бы сказал, это недавно созданная компания на стадии разработки своего программного обеспечения. Основная цель является, конечно же, в будущем стать продуктовой IT-компанией и как можно скорее выпустить свой продукт на рынок. Чаще всего такие компании не имеют большого штата технических сотрудников и сложную организационную внутреннюю структуру. Ну а теперь давайте же, конечно, обсудим основные отличия и специфику работы тестировщика в разных IT-компаниях. Но для начала я бы выделил список из таких основных критериев, как это требования к тестировщику, первое. Второе – ценность роли тестировщика и процесса тестирования в компании. Третье – наличие тестовой документации и ее применения на проекте. Четвертое – экспертность команды по тестированию и наличие разных уровней на проекте, то есть джуниор, мидл, синьор, кью инженеров. И последнее – возможность роста и уровень заработной платы тестировщиков. Итак, первое – продуктовая IT-компания. Я бы сказал, что также будет влиять на эту специфику и отличие работы для тестировщиков в таких компаниях, конечно же, и размер самой компании, и ее конкретные цели на текущий момент. Но, тем не менее, продуктовые IT-компании стремятся, в принципе, получить самых лучших специалистов на рынке, поэтому они готовы платить, в принципе, больше других компаний. Поэтому требования к тестировщику будут на порядок выше в продуктовых IT-компаниях. Далее – продуктовая IT-компания ценит свой программный продукт, потому что он, в принципе, является основной доходной частью по содержанию такой компании. Поэтому роль тестировщика и процесс тестирования максимально важен в таких IT-компаниях. Следующее – наличие тестовой документации. Тут, в принципе, ситуация может быть разной. Думаю, будет влиять размер такой компании и ее стадия и развитие на рынке. То есть, в принципе, в крупных продуктовых IT-компаниях с тестовой документацией, в целом с документацией на проекте обстоят дела хорошо, она максимально детальная и понятна. То есть, процессы все формализированы, и есть шаблоны так называемой тестовой документации. В мелких, скорее всего, этим будут грешить. Экспертность команды по тестированию. Но чаще всего крупные продуктовые IT-компании, которые нацелены на поддержание определенного уровня качества или лучшего уровня качества на рынке, скорее всего, будут нанимать только синер-специалистов в тестировании. Но, тем не менее, как я уже сказал, в зависимости от размера компании или конкретных целей на текущий момент, в принципе, команды могут быть комбинированы. В конторах могут быть и младшие специалисты по тестированию, да и старшие специалисты по тестированию. И последнее, возможность роста и уровень заработной платы. Как я уже сказал ранее, продуктовые IT-компании заинтересованы, в принципе, в лучших кадрах, поэтому они всячески способствуют развитию дальнейшему техническому, да, либо в менеджменте могут быть разные виды развития для своих тестировщиков. Следующий вид, это, конечно же, аутсорсинговые. Итак, требования к тестировщикам. Я бы сказал, это зависит от конкретного проекта и от конкретного заказчика, который выполняет аутсорсинговая IT-компания. Следующая ценность роли тестировщика и процесса тестирования. Для аутсорсинговой IT-компании это, в принципе, ценно, потому что это услуга, которая продается конкретному заказчику. Наличие тестовой документации. Чаще всего это входит в так называемый пакет best practices, то есть в аутсорсинге, скорее всего, уже есть настроенные, отточенные шаблоны процессов и всей тестовой документации для тестировщика, которые можно прийти и подчеркнуть, и переиспользовать на своем проекте для конкретного заказчика. Экспертность команды по тестированию. В принципе, в аутсорсинге есть все роли, как от джуниор и заканчивая синер и выше специалистами по тестированию. И последняя возможность роста и уровень заработной платы. Я бы сказал, что здесь разные бывают ситуации. В принципе, крупный аутсорсинг может позволить себе так называемое внутреннее техническое ревью и повышение уровня сеньорности. То есть, допустим, перехода специалиста с позиции джуниор на мидл. Но, тем не менее, бывают и аутсорсинговые IT-компании, которым это невыгодно. Потому что, к примеру, компания предоставляет джуниоров для всех своих заказчиков. Допустим, какой-то специалист хочет вырасти до уровня мидл. Конечно же, компания невыгодно будет сделать такой рост, а проще нанять специалиста с рынка. Ну, а для самого сотрудника единственным выходом будет, конечно же, смена IT-компании. Следующая аутстаффинговая IT-компания. Я бы сказал, что идти по этому списку не имеет смысла, потому что аутстаффинг напрямую, целиком и полностью будет зависеть от конкретного заказчика. Да, и все согласования будут проходить исключительно через него. И стартапы. Тут можно сказать, что, в принципе, бывают стартапы с крупными инвестициями, да, и бывают стартапы с мелкими инвестициями. В стартапах, ну, будем говорить, с крупными инвестициями обстоят дела намного лучше. То есть, они, в принципе, могут нанимать и лучших специалистов, готовы переплачивать лучшим сотрудникам по заработной ставке. Помимо прочего, также в таких начинающих стартапах, которые стремятся сделать лучший продукт на рынке, то качество к тестированию процесса и к роли тестировщика будет максимально лояльно. Тем не менее, в принципе, бывают стартапы, которые грешат этим, да, и просто стараются максимально быстро выпустить хоть какую-то версию программного продукта. Поэтому тут будет зависеть все-таки, да, от компаний, в которую вы конкретно попали. Тем не менее, требования к тестировщику также будут разнообразны, стартапы разные, и технологии, в принципе, в любых компаниях, на любых проектах могут быть разные. Наличие тестовой документации. Здесь будет также влиять стадия, на которой находится стартап. То есть, если на начальном этапе, то, скорее всего, тестовой документации будет мало, да, и формализированных процессов также будет мало. Экспертность команды по тестированию. Я думаю, также будет зависеть от стартапа и целей, которые он преследует. Если он будет преследовать выпуск максимально качественного программного продукта и быстрее на рынок, то это будут тестировщики уровня senior. Если же, допустим, стартап с малыми инвестициями, скорее всего, там будет много джунов. Ну и возможность роста и уровень заработной платы, я бы сказал, также будет зависеть от тех вещей, которые мы уже перечислили. А на сегодня это все. Спасибо, что посмотрели видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, для того, чтобы оставаться с нами на связи. А в следующем выпуске я расскажу, что такое тестирование, как процесс, и что такое качество программного обеспечения.